всем привет я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам сегодня мы продолжаем с вами разбираться с французской грамматикой сегодня я хочу поговорить с вами об очень известном французском слове это слово буку все вы прекрасно его знаете все вы его прекрасно употреблять но знаете ли вы что это слово употребляется также со своими предлогами в определенных случаях после определенных частей речи и так далее если вы этого не знаете то сегодняшнее видео будет вам очень полезно буку имеет несколько значений давайте сейчас разберемся с каждым из этих значений и рассмотрим элементарные примеры как обычно вы видите букв много а звуков всего четыре боку три буквы мы читаем как глубокий о как наши порт торт бо и 2 мы читаем как у боку самое первое значение слова буку это много но мы с вами рассмотрим первый случай это выражение мерси буку большое спасибо несмотря на то что слово буку у нас чаще всего переводится как много много чего-то но в этом словосочетании слова буку приравнивается к большое большое спасибо можно еще также сказать мерси бьян бьян будет заменять слово буку в этом выражении мерси буку мы можем поставить либо точку если просто говорю большое спасибо но если мы говорим большое спасибо за что-то допустим большое спасибо за твой подарок или большое спасибо за то что пришел за то что помог то есть мы здесь можем ставить либо существительная либо глагол здесь мы ставим два разных предлога либо до либо кура я вам рекомендую посмотреть предыдущее видео на нашем канале, которое посвящено слову именно merci, и там я подробненько рассказываю, где мы используем de и где мы используем pour. Второе и, пожалуй, самое распространенное употребление слова boucou, это в значении много чего-то или много кого-то. Допустим, много книг, много детей. В этом случае надо знать одно железное правило французской грамматики. После слова boucou в значении много чего-то или много кого-то мы всегда используем de. Всегда. И дальше мы не используем никаких артиклей. Если мы переложим вот эту схему на элементарный пример, допустим, много книг. boucou de livre. Перед словом livre, книги, мы никаких артиклей не ставим. У нас просто остается предлог de. Либо предлог de apostrophe, если у нас слово начинается на гласную, либо на h. Допустим, много детей. beaucoup d'enfants. Дети начинаются на букву e, поэтому у нас de будет сокращаться до de apostrophe и будет стать beaucoup d'enfants. Несмотря на то, что последующие слова книги и дети будут у нас идти во множественном числе, мы никогда не используем артикли. beaucoup d'enfants всегда остается только beaucoup d'. Я вам советую выделить это правило вот в такую рамочку, зазубрить его. Французы beaucoup d'enfants произносят очень редко. В основном у них проскакивает здесь съеденная фонетика, и мы слышим от них просто beaucoup d'enfants. Ну а теперь давайте переложим эту грамматику на конкретный пример. Я взяла самые распространенные слова, те, которые мы используем чаще всего в наших видео, и мы теперь будем подставлять к ним слово «буку». Первое слово, я вам уже о нем говорила. Если мы хотим сказать много книг, слово книга из единственного числа превращается во множественное число, поэтому мы здесь ставим в конце букву «с». Естественно, артикль единственного числа со словом множественного числа жить не может, поэтому у нас артикль меняется на множественное «de», и книги у нас с вами становятся «deliver». Произношение не меняется ни в единственном, ни во множественном числе. И теперь, чтобы слово «книги» превратить в выражение «много книг», мы подставляем слово «буку». Помним, что после «буку» у нас всегда стоит «de», и никогда не бывает артикля. Значит, артикль «de» мы с вами убираем и подставляем предлог «de», «боку», «de», «liver». И вы видите, несмотря на то, что книги у нас с вами во множественном числе, «de» всегда остается «de», никогда не перерастет в «de». Следующее слово «une robe», «платье». Много платьев, убираем «de» и подставляем «de». Много платьев, «боку», «de», «robe». «Моя дочь имеет много платьев». Тот же самый принцип. Сначала делаем множественное число, добавляя в конце букву «s», убираем артикль и подставляем «de». Но теперь смотрим. «Enfant» у нас начинается на гласную, поэтому предлог «de» будет у нас сокращаться до «de» апустхов. И таким образом всё выражение у нас будет выглядеть вот так. Та же самая схема, делаем множественное число, убираем артикль, подставляем «de». Много столов, «боку де табль». Мальчик, «un garçon», «много мальчиков», «боку де герсон». Машина, «la voiture». Та же самая схема, что и при неопределённых артиклях. Подставляем «s», убираем артикль и подставляем предлог «de». Много машин, «боку де voiture». На улице много машин. «Dans la rue il y a beaucoup de voitures», «mного кроватей». «Кровать», «le lit», «mного кроватей», «боку де лит». Никакого артикля у нас уже не будет. И таким образом, «боку де ливер», «боку де роб», «боку д'enfан», «боку де табль», «боку де герсон», «боку де voiture», «боку де лит». И третье значение слова «боку» – это когда слово «боку» относится к глаголу, используется в паре с глаголом и имеет значение как «очень» или «много», то есть усиливает действие этого глагола. Допустим, «я люблю читать», «я очень люблю читать». Вот здесь вот слово «очень» усиливает глагол «любить». «Жем лира», «я люблю читать», «я очень люблю читать», «жем боку лира». Обратите внимание, после слова «боку», когда оно переводится как «очень», никаких «д» мы не ставим. «Боку де» идет только в значении «много кого-то» или «много чего-то», тогда, когда «боку» относится к существительному. Мы с вами рассматривали примеры. Книги, дети, машины, кровати – это все существительное. Вот когда будет «много кого-то» или «чего-то», будет букву «д». Когда у нас слово «боку» относится к глаголу и имеет значение «очень», никакого предлога «д» мы уже не употребляем. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Или он читает. Или «боку» – он читает много. И если я скажу «он читает много книг», много «кого», «чего», «книг», значит слово «боку» у нас будет относиться уже к существительному. И я здесь вынуждена буду поставить предлог «д» или «боку де ливых». Теперь рассмотрим с вами элементарные примеры. Они практически одинаковые, только в одних мы не используем предлог «д», а во-вторых используем предлог «д». Итак. «Поль парль боку». У нас слово «боку» относится к глаголу. «Поль много говорит». «Поль парль боку де мо». «Мо» – слово. «Де мо» – слова. «Поль говорит много слов». У нас появилось существительное. Слово «боку» стало относиться к существительному, поэтому много слов, много кого, чего мы должны поставить предлог «д». Вы покупаете много овощей. «Много кого, чего? Овощей». Слово «много» стало относиться к существительному, поэтому у нас с вами появляется «д». Вот, казалось бы, достаточно знакомое нам слово «боку», но видите, сколько в нем существует нюансов. Спасибо, что продолжаете изучать французский на нашем канале. Ну и увидимся в следующий раз. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok